ДИПЛОМ ОКСФОРТ ДИПЛОМ ОКСФОРТ ДИПЛОМ ОКСФОРТ ДИПЛОМ ОКСФОРТ Приезжая в Лондон, ощущение, что ты попадаешь в школьный учебник по английскому языку. Дворцы, мосты, площади – все так знакомо. И если про жизнь королевской семьи мы регулярно узнаем из новостей, то жизнь обыкновенного лондонца остается в тени. Давайте же сегодня на нее прольем свет. Если бы я родилась в Лондоне, то, например, в семье Джоанн Брэдшоу. Пока бы моя мама работала в самом типичном местном пабе, я крызла бы гранит науки, чтобы поступить в Оксфорд. Или в семье Райдера и Хельги. Жила бы в квартире в хорошем районе и с удовольствием передвигалась бы по городу на знаменитых двухэтажных автобусах. А возможно, я была бы дочерью известного лондонского портного Джеймса, который привел бы мне любовь к своему делу, и я бы продолжала семейный бизнес. Даже если бы я не родилась в королевской семье, и моя бабушка не носила бы корону, то у меня все равно был бы шанс почувствовать себя царской особой. Когда женщина в Лондоне собирается стать мамой, она приезжает в роддом. Может быть государственная, а может быть в такой частной. Говорят, что именно здесь рожали все принцессы Англии. Идем посмотрим. Да-да, говорят, что наследники короны появились на свет именно в этих самых стенах. Поэтому если британка захочет рожать там же, где возможно рожала Леди Ди, то за это удовольствие придется заплатить от 5 до 8 тысяч фунтов стерлингов. Мы не имеем права разглашать какую-либо информацию о наших пациентах. Это строго конфиденциально, поэтому громких имен вы не услышите из наших уст. Ну что ж, как говорят британцы, на нет и суда нет. Поэтому сейчас я вам покажу палату, в которой, возможно, рожала Кейт Миддлтон. Возможно, ведь нам с вами никто ни в чем не признается. Любая женщина перед трудами попадает вот в такую палату. Ну, можно и в стандартную, но вот это вот делюкс. Это, конечно, за определенные отдельные деньги. Если вдруг она устала, захотела отдохнуть, то она может попросить, пожалуйста, медсестра, вы можете вывезти вот этого человека и побыть с ним, чтобы я поспала. Но, в принципе, ребенок все время находится с мамой. Палата достаточно просторная, уютная, очень теплая. Тут есть, конечно же, ой, огромная ванная комната. Посмотрите. Здесь такой красный сос-шнурок. Если ты вдруг сидишь, и тебе стало, знаешь, там что-то не по себе, и встать не можешь, ты сразу его дергаешь. Я сейчас не буду дергать, а то сейчас все сбегутся. Расписных потолков и канделябров я тут не увидела. Зато повсюду идеальная чистота и температура воздуха строго между 22 и 24 градусами по Цельсию, чтобы малышу и маме было максимально комфортно. Ну, а теперь и вишенка на торте. И еще, кстати, в каждой палате есть подарок. Вот такая красивая коробка. О, такой прекрасный мишка, полотенце, мыло, шампунь. Ну, в общем, мелочь, а приятно, так сказать. Ой, слышите, ну красота, я вам хочу сказать. Вот я так вот люблю, когда вот всякие вот эти вот мелочи, все это так хорошо, красиво, уютно, да? Так бы вот все прямо рожали бы и рожали. Ну, не надо мудрость. Но в частных роддомах рожают всего 10% женщин. Ведь при наличии медстраховки, которая есть у всех жительниц Лондона, государство само покрывает все расходы, связанные с родами в госклиниках. Поэтому женщины предпочитают идти туда. Но, похоже, лондонцы экономят деньги не только на родах, но и на одежде. Я в шапке, перчатках, двух свитерах, куртке, пальто, две пары носков, ботинки и вся трясусь от холода. Но местным жителям это не понять. Такое количество одежды ни один лондонец не наденет, когда на улице плюс три. Ведь он попросту запарится. Мы из детства не кутаем детей во время холодов. Так же делали наши родители. Ведь иначе организм будет незакаленный и придется носить тонну одежды, чтобы не мерзнуть. А это нам не присуще. Кроме того, что лондонцы закаляют своих детей, чаще всего они их отдают в частные детские сады. Удовольствие не из дешевых. Но что делать? Декретный отпуск в Лондоне всего 52 недели. А государственный сад рассчитан на детей только с трех лет. Женщине имеет смысл выходить на работу и устраивать ребенка в частный детский садик, только если ее доход существенно превышает плату за него. Частный сад в Лондоне обходится в 80 фунтов в день. А это порядка 1800 фунтов в месяц. Это баснословно дорого даже на фоне лондонских зарплат. В четыре года родители отдают своих детей в школу в подготовительные классы. Причем в государственную школу, ведь она бесплатная. Существует рейтинг государственных школ. Чтобы попасть в лучшую, надо не только хорошо подготовить ребенка, но и жить в районе, который к ней относится. И чтобы мой годовалый сын пошел в будущем в ту школу, которую мы выбрали, нашей семье пришлось переехать. Пока одни родители сражаются за место в лучшей государственной школе, другие собирают деньги, чтобы отдать ребенка в частную. Они обходятся от 20 до 50 тысяч фунтов в год. Родители понимают, что заплатив такие деньги, уровень знаний их чада будет значительно выше. И если вдруг в знак благодарности кто-то захочет отблагодарить учителя за его труд и старания, придется быть предельно осторожным. Я помню, что в школе наши учительницы все время дарили подарки. На день рождения, на 8 марта, на Новый год, в Лондоне, если ребенок хочет подарить учителю подарок, он должен смотреть, чтобы вазочка, которую он собирается подарить учителю, не стоила дороже 20 фунтов. Иначе учителю нужно будет пройти 7 кругов ада, чтобы принять такой подарок. Если подарок, сделанный учителю, превышает заявленную сумму, есть два пути. Первый – вежливо отказаться от дорогого подарка. И второй – задекларировать его у администрации школы. В противном случае этот подарок будет расцениваться как взятка, и учитель понесет серьезное наказание. Джеймс хорошо разбирается в этом вопросе, ведь он – директор одной из частных школ. Чтобы попасть внутрь школы, надо обязательно иметь при себе пропуск. О, это мне, да, спасибо. Джеймс, подожди, то есть вот такую наклейку с фотографиями, то есть должны все получить, даже родители, чтобы зайти в школу, да? Да, для безопасности мы ввели пропуски. У школьников есть пропуск, а гостям выдают временный бетч взамен на его паспорт. По всему периметру школы ни через одну дверь без разрешения ты не войдешь. Все гости должны прийти вот с такими наклеечками, а у всех детей бейджи. Так, и что это, конечно же, сразу бар, кафе, ресторан, столовая, да? Столовая школьная. Так, и что у нас тут есть в школьной столовой? Кофе. Кофе дети покупают у вас? Вот это я удачно зашла. Но кофемашину я точно не ожидала увидеть в школе. Да, пьют. Это наш кафетерий, а это Эдди. Он каждый день делает кофе, чай, печенье и сэндвичи для наших учеников. Тут даже висит его портрет. У нас, нашу буфетчицу, в школе нельзя было так сделать креативненько. Она бы нас ругалась. Так, дальше. Ох, как тут красиво. А сколько в вашей вообще школе лет? Она у вас старая, да? Этой школе всего 65 лет. И в 2011 году здесь была полная реновация. Не такая старая, нормальная школа, просто красивая. А это что, класс? Проходи, я покажу. В этом классе наши ученики изучают экономику, менеджмент и бизнес-науки. Для этого на компьютеры мы установили специальную программу. Лицензионная версия обходится в 15 тысяч фунтов в год на каждый компьютер. 13 компьютеров по 15 тысяч. За эти деньги, на секундочку, можно купить дом. О, тут. Хелло. А это наша библиотека и читальный зал. А дальше есть секретная комната. Да, а что там? Интересненько. Тайный коридор. О-о-о! Тут у нас масса компьютеров, и это цифровая библиотека со всеми необходимыми книгами в электронном варианте. Вот это да! У меня, честно говоря, ощущение, что вы всех своих детей готовите к поступлению в Оксфорд. Вот прямо такое ощущение. Тайные комнаты. Что Гарри Поттер неспроста появился. Учителя в Лондоне в среднем зарабатывают около трех тысяч фунтов. Врачи около трех с половиной. А у юристов с небольшим стажем зарплата колеблется от двух до четырех тысяч фунтов в месяц. И это все после вычета налогов. А вот водители знаменитых лондонских кэбов, например, зарабатывают практически четыре тысячи фунтов в месяц. На первый взгляд кажется, ой, да что там быть водителем такси? Право есть, навигатор включил и вперед. Вот только тут все устроено немного иначе. Чтобы получить лицензию на эту работу, необходимо учиться четыре года. А также идеально сдать экзамен по знанию города. 25 тысяч улиц, 20 тысяч ориентиров. Каждый дом, каждую улицу, каждый столб надо знать так, чтобы даже когда разбудят ночью, ты мог ответить без единой ошибки. Мы можем не только довести самым коротким путем, но и подсказать, где лучше поужинать или какой концерт стоит посетить. Теперь неудивительно, почему лондонское такси неоднократно признавалось лучшим в мире. Но водителями кэбов становятся единицы. Другие выбирают более классическое образование. Если вы подумали сейчас, что, ой, Жанна в декорациях фильма «Гарри Поттер», то да, так оно и есть. Его именно тут и снимали. Потому что это, ребята, Оксфорд. Университет мечты, да. Класс. Выпускники со всего мира мечтают поступить сюда. Но пока иностранцы борются за место в Оксфорде и платят за контракты по 20 тысяч фунтов в год, британцам повезло чуточку больше. Образование для местных жителей стоит в среднем 9 тысяч фунтов в год. К тому же общежитие предоставляют им бесплатно. Ну вот, когда заходишь в общежитие, то тут вообще никого нет. Никакой ни бабушки, вахтерши, ни охраны, никого. Просто заходишь, код нажимаешь и идешь в свою комнату. Тут в основном живут студенты первого и второго курса. Поэтому как они живут, сейчас мы все и узнаем. Идем посмотрим. Пока общежитие мне напоминает гостиницу. Причем звезды так на 4. Ну, может, сама комната спустит меня с небес на землю. Ну вот, ребяточки, мы с вами в Оксфорде, в общежитии. Вот так живут тут студенты, видите? Кровать. Так, посмотрите, как в Оксфорде живут студенты. Костюмы, рубашки, все поглажено. Носочки отдельно, свитера отдельно. Вот так вот, мам. Уверяю вас, все англичане очень аккуратные и щепетильные. Вы можете прийти в любой дом, и в каждом шкафу вы увидите идеальный порядок. Независимо от того, в общежитии ты живешь или во дворце. Это часть нашей культуры. Видите, достаточно просторная комната с таким прекрасным видом. Вот, очевидно, он музыкант. Видишь, играет. Здесь раковина. Ага, и все. Только, слышишь, дверь закрывает только раковина. Почистил зубы, все. И в туалет отдельно куда-то. Вот и все, скромно. Ну, достаточно свежо, просторно. Ну что ж, Оксфорд пока только радует. Посмотрим, что же меня ждет дальше. Ой, я в Оксфорде, ребята. Ну вы представляете, вы видите, как красиво. Это же просто, аж прямо мурашки, мурашки у меня бегают. Вот как вы думаете, где мы? Вот смотрите, какие столы и лампы на столах. Видите, тут вот уборка происходит. Что это, что это? Библиотека, лекционный зал. Нет, нет и нет. Понимаете? Ребята, это, вы не понимаете, это столовая. У меня в университете была столовая. Похожа. Чуть-чуть. Чуть-чуть была похожа. Я, мне вот, стул у меня был похож. Да, представьте себе, тут всех студентов, ко всему прочему, еще и кормят три раза в день. Оказывается, не только студенты мечтают тут учиться, но и преподаватели работать. Получить работу в Оксфорде крайне сложно. Ведь кроме хорошей зарплаты у нашего университета отличная научная база, особенно библиотека. Поэтому и конкуренция не шуточная. Да, и условия труда, к тому же, достаточно комфортные. Ой, ребята, вот это... Ой, дохлопнула дверь. Вот это стандартный, обыкновенный кабинет преподавателя в Оксфорде. Вот это его личный кабинет. Представляете, вот тут к нему приходят студенты, и он читает лекции. Несколько студентов приходят, садятся тут на диван, перед камином. И преподаватель сидит здесь, слушает их. Вот это лекция, а? Ребят, ну вот скажите, красота же, а? Чай гоняют после уроков или во время. Вот это интересно. Видите, стулья 18 века. Это современное искусство. Вот, в общем, в таких условиях, ну что вам сказать, в таких условиях занимаются бедные дети в Оксфорде. Оксфорд посмотрела, теперь самое время узнать, тяжело ли тут учиться. Телесложно поступить в Оксфорд. Это непросто. Сначала отправляешь заявку, потом сдаешь ряд экзаменов, и проходишь огромное количество собеседований. Ну а что вы хотели от университета, который четвертый год подряд признается самым лучшим? Четвертый год. Я думала, что он всю жизнь был одним из самых сложных институтов, в которых вообще просто невозможно, мне кажется, поступить. Скажи мне, а где все люди, где все студенты? Учиться в Оксфорде крайне сложно. Пары на протяжении 8 часов, а потом ты пропадаешь в библиотеках, чтобы укрепить пройденный материал. Поэтому все студенты, скорее всего, сидят в читальных залах. И их можно понять. Ведь гранды и стипендии на обучение достаются лишь единицам. А многие, как и Тилли, берут кредит в банке, чтобы оплатить учебу. А после того, как начнут работать, постепенно возвращают долг банку. Слушай, скажи мне, тут правда учатся только или дети обеспеченных родителей, или просто какие-то гении? Так было раньше. Сейчас университет работает над тем, чтобы Оксфорд был открыт для большего числа абитуриентов. Если ты учишься в Оксфорде, тебе уже гарантирована работа после окончания университета, или все равно это уже лотерея? Никто никогда не даст вам таких гарантий. Диплом Оксфорда, безусловно, более востребован на рынке труда, но успех только в руках выпускников. Но, разумеется, не все поголовно идут учиться в Оксфорд. В самом Лондоне десятки других высших учебных заведений, после окончания которых юноши и девушки с таким же успехом устраиваются на работу. Чтобы получить высокую должность в крупной компании, важно быть не только образованным, но и выглядеть соответствующим образом. Ведь встречают всегда по одежке. Считается, что настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Все правильно. А лондонский мужчина должен еще приобрести несколько костюмов, вшитых по индивидуальному заказу. Образ джентльмена актуален по сей день. По всему городу вы без проблем можете встретить мужчину с идеально сидящим на нем костюмом и с идеальной стрижкой. Скажу честно, многие наши мужчины одеваются и выглядят значительно лучше женщин. Севил Роу – легендарная лондонская улица. Мека для любого джентльмена. Именно здесь сконцентрированы все ателье и мужские магазины с одеждой, обувью и другими аксессуарами. Быть в Лондоне и не заглянуть в ателье к своему знакомому Джеймсу я просто не могла. Мамма миа! Вот это ателье! Вот это да! Камин! Слушайте, красота! Джеймс, чао! Привет! Как дела? Ой, я прекрасна! Слушай, у тебя на самом деле такое шикарное ателье. Скажи мне, это нормально для Лондона такое ателье или это только твое такое супер? Индивидуальный пошив костюмов в Лондоне по-прежнему пользуется популярностью. Поэтому подобных ателье много. А кто к тебе приходит? Какие клиенты у тебя, которые занимаются бизнесом или молодежь тоже к тебе приходит? Нашим клиентам обычно от 32 до 45 лет. Ведь костюм, как авто премиум класса. До него надо дорасти. Современные мужчины более консервативные в своем выборе и тратят гораздо больше денег на свою одежду. Чего не скажешь о женщинах. Они более эксцентричны. Порой сложно отличить женщину с высшим образованием от бомжа. Сколько стоит ваш костюм? Стартовая цена 2000 фунтов. Цена костюма напрямую зависит от стоимости ткани. Самый дешевый будет из шерсти. Кашемер стоит дороже. А вот костюм из викунии может обойтись и в 20 тысяч фунтов. На пошив одного костюма уходит 60 часов. Также клиенту придется 2-3 раза прийти на примерку, чтобы изделие сидело идеально. Скажи мне, сколько костюмов имеет среднестатистический британец? Ну вот, грубо. Обычно их около пяти. Я-то называю набор неделька. Но некоторые не могут остановиться и регулярно шьют новые костюмы. У меня их, например, 200 штук. 200 костюмов. Ты прям как я. У меня тоже 200 платьев. То есть и ты каждое утро открываешь свою гардеробную и думаешь, какой я сегодня надену костюм, да? Да, но это можно назвать приятной проблемой. Дорогие мужчины, если вы хотите почувствовать себя настоящим джентльменом, вы можете прилететь сюда и заказать себе костюм. Но так как они не из дешевых, то придется напрячься. Но можно сэкономить на авиабилетах. Для этого достаточно зайти в приложение Авиасейлз и найти самую выгодную цену на перелет, в которую уже включен багаж. Кстати, Авиасейлз помогает найти нужный билет абсолютно бесплатно. Но стоит отметить, что идеальный образ лондонских мужчин одеждой не ограничивается. Ведь поход к любимому барберу не менее важен. Мой рабочий график расписан по минутам. За день может прийти не больше 12 мужчин. Важно каждому уделить время, ведь они приходят не просто подстрижься или побриться, а обсудить последнее событие и отлично провести время. Стрижка у такого барбера обойдется в 40 фунтов, а бритьем в 30. Многие мужчины стригутся каждую неделю. Чтобы сохранить свежий и опрятный вид, мужчины деньги экономить не будут. Каждый раз, когда я приезжала в Лондон и видела вот эти вот потрясающие лондонские домики, мне так хотелось узнать, какие они внутри. Правда ли, как в кино? Идемте сейчас все это и посмотрим, и узнаем. А узнаем мы все у Райдера. Он с женой и детьми живет в квартире в одном из таких домов. Так, ну что, Райдер, показывай свою квартирку. Как видишь, у нас все компактно. Площадь небольшая, поэтому дорожим каждым сантиметром. Велосипеды – очень удобная вещь для Лондона. Самый дешевый и надежный транспорт. К тому же, помогает мне держать себя в форме. Ну это все понятно. Так, дальше что у нас тут? Ага. Это спальня для нас с женой и ребенка. Тут тоже все максимально компактно. А скажи мне, а это что такое? Это осушитель воздуха. Он помогает избавиться от излишней лондонской влажности. А, то есть убирает влажность. Знаешь, у нас очень часто, наоборот, ставят такие штуки, которые дают влажность, увлажняют помещение. А тут очень влажные дома, поэтому надо все забирать, чтобы не было плесени. Сырая погода – визитная карточка Лондона. Больше половины дней в году идут дожди. Поэтому, если не обезопасить свой дом, он весь покроется плесенью. Если бы хозяева нашли в квартире место для слона, я бы не удивилась. Ведь действительно, все продумано. В 50 квадратов Рейдер умудрился вместить все, что нужно для жизни. Буквально в одном небольшом шаге от спальни – зал. Тут телевизор, детские игрушки и большой диван. Гости к вам приходят часто? Очень редко. В Лондоне все всегда заняты, и нет времени на такие посиделки. Если и собираемся, то на какие-то очень большие праздники. Например, на Рождество. Ой, это жена с ребенком. О, королева! Да, что вы любите так королеву, что у вас ее фотографии, да? Это открытка от королевы, адресованная моей бабушке в честь столетия. Каждый житель страны, который празднует столетний юбилей, получает такую же. Королева лично ее подписывает, поэтому эта вещь имеет большую ценность для нашей семьи. Ой, ну это очень приятно, я хочу сказать. Получить такую открытку с поздравлениями лично от королевы. Когда мне будет сто лет, меня она не поздравит, потому что я с ней живу. Как ни крути, а тему королевской семьи невозможно обойти стороной. Но мой новый знакомый райдер не имеет титулов, поэтому ни заморский замок, ни какой-нибудь поместье ему не досталось. Пришлось накопить 450 тысяч фунтов и купить собственное жилье. Кроме спальни, зала и узенького коридора есть еще комната старшей дочери, кухня и ванная. А, ну у вас уже тут как, знаешь, как в современном мире краны. Обычно в Лондоне два крана, крутишь горячей холодной воды и с ума сходишь. А вы так молодцы. Нам повезло. В нашем доме разрешено иметь общий смеситель вместо двух отдельных кранов. И если бы мы жили в старом жилом фонде, то мыли бы руки по старинке. В целом квартира и в Лондоне квартира, даже если она в старинном доме в самом центре исторического района. В месяц на коммуналку уходит от 180 до 200 фунтов. Но благодаря доходу райдера эта сумма неощутима. На дворе 21 век. Какие актуальные профессии у нас есть? Ну, все знают, айтишник, бизнесмен, адвокат. Ну, в конце концов, учителя, врачи. Правильно? Куда же без них? И вам кажется, что такая профессия, как дворецкий, давно уже не существует. И она была только в фильме про Шерлока Холмса. Помните? Овсянка, сэр. А вот и нет, дорогие друзья. В Лондоне это очень-очень актуальная профессия. И сейчас к такому дворецкому мы идем в гости. Привет. Рад видеть. Кристофер. Боже мой, какой ты красивый. Спасибо. Вы видели такое, а? Снимай пальто. Так, все, снимай. Боже мой, ты всегда такой ходишь дома? Специально для тебя нарядился? Это моя форма. Чем больше я заходила в дом, тем больше удивлялась красоте вокруг. Но потом на миг я почувствовала себя ребенком. Что это такое? Это у вас маленькие дети или это твое развлечение? Что это такое? У меня уже взрослая дочь. Просто к нам с супругой придут гости с детьми. И чтобы им было интересно, мы поставили игрушечный подъемник. Так, зима не очень-то и снежная, а детей надо как-то погрузить в атмосферу зимы. Ну, у тебя прямо дом, как будто музей. Кристофер, расскажи мне, ты давно работаешь дворецким? Около 25-30 лет. А какой у тебя рабочий график? Со скольки до скольки ты работаешь? В обычные дни с 8 утра и до 17 вечера. Но если у хозяев вечеринка или званый ужин, то могу и до 2 часов ночи задержаться, чтобы все проконтролировать. В Лондоне месячный гонорар дворецкого может превышать 5 тысяч фунтов. Неудивительно, что квартира Кристофера стоит 2 миллиона. Может себе позволить. У моей кузины работает дворецкий. Благодаря ему каждый ужин напоминает приему королевы. Но, в принципе, дворецкий может организовать даже твой перелет на вертолете из одной точки Лондона в другую. Дворецкие могут все. Что входит в твои обязанности? Вот, не знаю, там, на вечеринке. Начинаете вечеринка, и вот что ты должен делать? Я контролирую официантов, встречаю гостей, угощаю их напитками и слежу, чтобы им не было скучно. Если кто-то стоит в одиночестве, плохо знаком с другими гостями, я могу представить их друг другу. Я слежу, чтобы каждый чувствовал себя максимально комфортно. А скажи мне, кто вообще в Лондоне можете позволить иметь дворецкого? Кто эти люди? Есть два типа работодателей. Первый – это старые аристократы. Знание этикета у них в крови. С ними легко работается, но чаще всего они платят не очень много. Второй тип – это новоиспеченные миллионеры и богатые иностранцы, переехавшие в Лондон. Чаще всего они первое поколение миллионеров в своем роду, и правила хорошего тона им чужды. Приходится всему их обучать, но они настолько богаты, что зарплата помогает закрыть глаза на их маленькие недостатки. Чаще всего дворецкие подписывают контакт с одной семьей и работают на нее круглый год. Но так как работодатели Кристофера живут в Лондоне лишь 4 месяца в году, в свободное время он помогает устраивать приемы в домах представителей высшего общества. Ведь он лучший в своем деле. Кристофер, а вот скажи, наверняка же бывают хозяева с отвратительным характером, да? Вот как ты с этим справляешься? Мне раньше приходилось с такими работать. Чаще у женщин бывают срывы. То они добры и милы, то кричат в порыве гнева. Но я прекрасно понимаю, что у всех бывают плохие дни, поэтому не обращай внимания, ведь они мои работодатели, а не друзья. Я должен быть профессионалом и не вступать в какие-либо конфликты. Молодые дворецкие иногда забывают об этом. И делают кучу ошибок. В Лондоне около 5000 дворецких, но успешных и востребованных всего несколько десятков. Это нелегкий труд, как может показаться. И лишь единицы с этим справляются. И напоследок задам вопрос, который мучил меня долгие годы. В 5 часов пьют чай в Британии? Я понимаю, что все смотрят сериалы про Британию предыдущих веков и думают, что все по часам устраивают чаепитие. Но это традиция в прошлом. Ведь учитывая темп современной жизни, людям надо много работать и зарабатывать деньги, а не чаи гонять. Хотя думаю, что королева и вся ее семья этой традиции до сих пор верна. Но не расстраивайтесь, ведь я узнала куда более интересные факты из жизни лондонцев. Одна моя подруга Рэйчел предложила своей знакомой встретиться и погулять вместе в парке. Это было в ноябре месяце. И та с удовольствием согласилась. Говорит, ух, как раз, как прекрасно. В августе 16-го числа я абсолютно свободна. Моя подруга Рэйчел подумала, что, наверное, очень долго ждать. Я, честно говоря, вообще в шоке. Да, а тут в Лондоне по-другому никак, потому что жизнь местных жителей расписана как минимум на полгода вперед. Лондон – один из самых мультинациональных городов мира. Если вы планируете сюда приехать, то почувствовать себя своим вам помогут наши друзья из LingvaTrip и школы Oxford International. Они подготовили для вас бесплатный гид, который поможет хорошо сэкономить на перемещениях по Лондону, миновать не вкусные места, а поесть во вкусных. А также вас ждет 70 слов и выражений на английском, которые точно понадобятся в любой поездке за границу. Скачивайте по ссылке в описании. А я не люблю спонтанные встречи. Они портят все планы и срывают заранее составленный список дел. Есть еще одна маленькая тонкость. Если встреча состоялась, но что-то вдруг пошло не так, вы никогда не узнаете об этом. Британцы излишне вежливы. Но не понравился человек. Но неприятно с ним проводить время. Разве это повод обижать его правдой? Поэтому, если вы услышите, был рад видеть, увидимся как-нибудь, значит, это была ваша последняя встреча. А вот если договориться о встрече на точную дату и время, то можно выдохнуть с облегчением. Еще одна особенность британцев, о которой ходят легенды, это чувство юмора. Но лучше один раз это увидеть, чем просто от меня услышать. Два молодых парня пошли в книжный магазин и украли там календарь. И когда суд выносил им приговор, каждому дали по полгода. Почему курицы переходят через дорогу? Чтобы перейти на другую сторону? Ну и на закуску теперь мой любимый анекдот. Тук-тук. Кто там? Доктор кто? Доктор кто? Надеюсь, вы оценили по достоинству эти шедевры. Вы сейчас думаете, господи, где эта Жанна? Где она ходит? Какой-то интересный мебельный магазин. А вот и нет, ребята. Я пришла первый раз в жизни на аукцион. Вот вы когда-нибудь были на аукционе? Я лично никогда. Вообще аукционы я видела только в кино, честно. А вот эти все вещи, вот эти все люстры, диваны. Посмотри, посмотри, какой шикарный. Даже не знаю, что это такое, стол или... Ящик уйдут сегодня с молотка. Если вы думали, что на аукционах продают только картины Пикассо, шляпы Майкла Джексона или мебель из дома разорившегося миллионера, то не тут-то было. Аукцион – это обычное явление для многих лондонцев. Ведь куда интереснее купить качественную вещь с историей за вменяемые деньги. Цена наших лотов стартует от 200 фунтов и обычно достигает нескольких тысяч. Самый эксклюзивный и дорогой товар, который мы продали, ушел с молотка за 50 тысяч фунтов. Подобных аукционов в столице полно. И если кто-то решил продать кресло, например, то он приносит его оценщику. В течение нескольких дней владельцу назовут сумму, за которую его смогут продать. Если всех все устраивает, то кресло смогут купить с молотка в ближайшее воскресенье. В случае успешной продажи владелец получает свои деньги. Аукцион – установленный процент. Похожие вещи можно запросто купить в магазине. Вот только стоить они будут в несколько раз дороже. Все лоты собраны вот в такой небольшой книжке, за которую, кстати, надо заплатить один фунт. Сегодня будет продано 730 лотов. Этот аукцион может продлиться 6-7 часов. Представляете? Вот уже продается третий лот, два кресла. Продано. Я присмотрела одну статуэтку. И сказали, что она будет сегодня с 4 до 5 часов. Я не знаю, выдержу ли я столько тут сидеть. Но посмотрим. Это очень интересно, первый раз, как будто в кино, понимаете? Но если нет сил и желания сидеть весь аукцион и ждать, можно нанять человека, который все сделает за вас. Вообще, мне кажется, такая прирожденная англичанка. Любит всякое вот старье, антиквариат. Больше, чем раритетные вещи, лондонцы любят только пабы. Бары, которые никогда не пустуют. Только в пабе после нескольких бокалов пива удается разговорить коллег и, наконец, узнать всю правду. Ведь в другое время они невозмутимы и всегда предельно вежливы. Отказаться от похода в паб – это все равно, что подписать себе смертный приговор. Коллеги или друзья сочтут тебя высокомерным и перестанут общаться. Зная, какое количество людей обычно сидят в пабе, я решила заглянуть туда с самого утра, чтобы не отвлекать Джоан от работы. Джоан, чао. Привет. Как дела? Рада тебя видеть. Боже, слушай, ты такая приветливая. Это в Лондоне все такие люди. Мне казалось, что они все такие как раз чопорные. Мне сказали, так, и добрый день, и все, и дальше молчат. А тут все такие открытые, да? Да. Скажи, правда, что люди в Лондоне приходят днем и начинают выпивать уже в обед? Это правда? Бывает. Пропустить за ланчем бокал пива или вина – тут обычное дело. Поверь, все боссы знают, где обедают их сотрудники и не имеют ничего против. Если вы зайдете в паб во время обеденного перерыва, то вам может показаться, что в Лондоне никто не работает. Ну, основная часть лондонцев приходит в пабы после рабочего дня и находится тут до самого закрытия. Пиво льется рекой, и Джоан пожаловалась, что не все знают меру, и иногда ей приходится брать ситуацию под свой контроль. Ну, хорошо, слушай, ну а как ты с ними справляешься, если они в таком состоянии? Ты тут одна или охрана есть? Если я вижу, что кому-то давно пора домой, то я подхожу и говорю. Простите, могла бы я вас попросить покинуть наш бар? Так как вы ведете себя несоответствующим образом, я больше не смогу вас обслуживать. Они слушаются и действительно уходят. Хотела бы я посмотреть на вот этого человека, которому говорят в таком состоянии. Будьте добры, не могли бы ли вы, пожалуйста, покинуть наше помещение и пойти прогуляться? Хочу я услышать ответ этого человека. Пока мы болтали, наступил обед, а значит, пап начал наполняться посетителями. И Джоан умчалась разливать пиво гостям. Я же тем временем решила составить компанию Ричарду, местному пенсионеру. Сейчас два часа дня, а вы уже сидите в пабе, с бокальчиком, с книжками. Так вы часто пробуете свой день? Да, достаточно часто. Для пасмурной погоды это идеальный вариант досуга. Ну, скажи, вот просто мне интересно, хорошо жить в Лондоне на пенсии? Хорошо. Но если в том случае, если ты отложил деньги на старость, в неделю государство платит мне 250 фунтов. Тысяча фунтов в месяц – это копейки. Страшно представить, как живут те, кто получает 50 фунтов в неделю. А таких пенсионеров подавляющее большинство. Ричард – пенсионер. Ему 67 лет. На пенсию в Британии женщины выходят с 60 лет, а мужчины – с 65. Исходя из слов Ричарда, беззаботная жизнь британских пенсионеров на госвыплаты – это миф. Сам не позаботился о себе. Винить некого. А у вас есть жена, дети? Ни жены, ни детей. Я холостяк. А у вас много друзей, которые вот уже на пенсии и не имеют ни детей, ни семью? Для лондонца вообще это нормальная ситуация? Процентов 25 из 100 таких же одиночек, как я. В Лондоне никто не заморачивается на тему брака и совместная жизнь до гроба. У каждого свое мнение о счастливой жизни. А у вас есть, ну, ваши друзья-пенсионеры? А как вот они живут? Чем они занимаются на пенсии? Очень популярно среди пенсионеров продавать свой дом и переезжать в более теплую страну. Например, в Испанию. За те же деньги и домик будет побольше, и климат для пожилого человека более приятный. Каждый вправе выбирать свой собственный путь. Ведь только мы знаем, как будет лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я могла родиться где угодно. Есть по утрам овсяную кашу, в 5 часов вечера пить чай с молоком, закончить один из лучших университетов мира и быть замуж за человека, который каждую неделю ходит в барбершоп и шьет на заказ себе костюмы. Но при этом англичанкой меня бы все равно сложно было бы назвать, потому что, чтобы быть ей, нужно иметь чувство юмора, быть вежливым, обожать свою страну, сохранять спокойствие при любых ситуациях, быть одетым с иголочки, любить свою королеву, быть хорошо образованным. Мы все можем стать немножечко культурнее, немножечко добрее, немножечко корректнее и веселее, и при этом восхищаться не только жизнью других, но и своей.